Здравствуйте, дорогие! Это Инфантас Асалия. Мы находимся в моей новой мастерской и на моем старом видеоканале, где я шью одежду и рассказываю, как и почему я это делаю. Сегодня мы начинаем второй сезон швейного триллера «Пиджак на бортовке». На этот раз не для директора за просто так, а для заказчицы. Мы находимся в моей новой мастерской. Она расположена недалеко от Арбата. И иногда в видео вы будете слышать звуки музыки. Это либо опера, либо труба, либо флейта, что-то из этого, потому что у меня буквально через дорогу находится музыкальное училище, и ребята там играют, и все это слышно, у меня в окна все попадает. И здесь очень одухотворенное место, рядом несколько церквей, Арбат рядом, Кремль рядом, все рядом. Очень здорово и классно, и одухотворенно здесь. Я сегодня покажу, как я собираю пиджак на первую примерку и расскажу, «Почему стоит хоть раз в жизни сшить пиджак у Портнова». История классической одежды. Пиджак, брюки берет свое начало у так называемых дэнди, которые придумали очень интересную философию. Что человека, мол, не определяют его положение, его не определяют его статус по основанию его рождения, его не определяют количество денег, и человек определяют исключительно его поступки и манеры. Как в Кингсмене было, что манеры – это лицо мужчины, но уже, соответственно, и женщины. И эти ребята, они ввели моду на вещи, которые не подвержены влиянию моды. Классическая одежда, которую мы имеем сейчас, которая стала популярна благодаря именно дэнди, она же этичная. Ее основные параметры – это качественные материалы, качественный пошив и хорошо сидящий силуэт, который выгодно подчеркивает фигуру. Важным свойством таких вещей классической одежды, хорошо пошитого пиджака, в том, что он красиво стареет. Качественная ткань, она может себе позволить носиться столько, чтобы постареть. И вот когда она постареет, как раз-таки будет самый сок. Признаком дурного тона на самом деле считается, что если ваш пиджак выглядит как нулевый, он должен быть чуть-чуть подтасканный. Он в идеале, он должен принять вашу форму тела. Если вы берете пиджак, брюки, джинсы в магазине, то эта вещь, которая сделана не на вас, она сделана просто на условно-типовую фигуру. И она не будет приобретать черты вашего тела. У нее заломы будут не там, где у вас должны быть заломы, например, на джинсах. Я вот пыталась, мы с мужем пытались подобрать ему джинсы, и меня очень бесило, что у них у всех вот здесь вот усы, вот эти партизаны как бы выберены. И они все смотрятся прям реально вот искусственно. А мне хочется, чтобы это были джинсы, у которых нету вот этой дебильной варки, чтобы он их надел, носил, и у него были протертости там, где у него должны быть протертости, потому что это красиво, и это выглядит органично. И вот так же со всеми этими пиджаками, с брюками, со всей вот хорошей одеждой. Хорошая одежда обязательно должна проживать с вами вашу жизнь. И если вы берете магазинную одежду, то вы проживаете магазинную жизнь, вы потребляете ту культуру, которую навязывают вам корпорации. То есть, грубо говоря, ведете неосознанную жизнь. Когда же вы приходите к партнеру, у вас сразу расширяются рамки. В магазине вы можете выбрать сколько цветов. Бежевый, черный, серый, молочный. Вот эти цвета, которые сейчас вам предложат практически все магазины. То есть, примерно все одинаковенькое, в стиле все того же Удмани, который, зараза, никуда не может уйти. Я вхожу по торговому центру, я смотрю кампейны, и я считываю вот этот культурный код. Что, мол, типа, надо отдыхать где-то в Италии, на Капре, или похоже, или делать похожие фотки, если ты, например, как инфанта Сосалия, отдыхаешь в Абхазии, носить бежевые, лоферы, белые штаны, голубую рубашечку из льна. То есть, навязывание вот этого какого-то социального спектакля происходит по всем кампейнам. И навязывание вот именно колониального культурного кода. Давайте шить пиджаки у инфанта Сосалии, и будет нам счастье, и мы не будем частью корпоративной культуры. И мы не будем ходить с промытыми мозгами. Вот почему стоит обратиться к портному. Потому что есть очень широкие рамки выбора, например, цвета и фактуры, и, конечно же, качества материала. Все это вы можете получить только, естественно, отшиваясь у портного. Конечно, понятно, что по фигуре все это будет сделано. Моя клиентка, когда она примерила пиджак, она даже не смотрела, сказала, о, спинка выкроена ловко, потому что я уже чувствую, мне удобно. Мы должны еще учитывать, что у нас большинство людей сейчас сидят в смартфонах и компьютерах, и, естественно, они все имеют сутулость. И когда человек надевает купленный пиджак из магазина, то, естественно, у него сразу вот здесь все сдергивается шлица, и все это выглядит не пойми как. Это не очень привлекательно, и это не помогает решать вам какие-то задачи по жизни. Ведь одежда, я уже писала, я уже снимала видеоролики о том, что одежда – это супер важно, это супер важно с точки зрения психологии, это наша вторая кожа. Одежда, она помогает нам решать задачи. Мы же перед собой в жизни задачи ставим, там, заплатить ипотеку, получить повышение, найти мужчину, найти женщину. Мы ставим перед собой эти задачи, и одежда, конечно же, нас. Она говорит о том, кто мы такие, на что мы способны, чего мы в этой жизни добиваемся. Естественно, хорошая одежда нам помогает добиваться хороших результатов по жизни. Это невозможно отрицать. Кто это отрицает, он просто дебил. Да, естественно, этот Стив Джобсон ходил всю жизнь в водолазке, в джинсах и в кроссовках, но, извините, эту водолазку и джинсы, и кроссовки ему подбирал и семьяки. Не Вася с рынка, а и семьяки. Очень крутой модельер, гений. Этот образ подобрал гений. И вот этот образ сейчас на любого айтишника на день отправили на собеседование, но только, естественно, водолазка и джинсы, и кроссовки должны быть хорошего качества. Сразу же видно, о, айтишник, надо ему работу дать за 500 тысяч в день. Одежда помогает решать задачи, надо этим пользоваться. Почему бы этим не воспользоваться? Это же интересно, чего ты сможешь достичь в жизни, если ты усилишь, так сказать, требования к себе, к своему внешнему виду. Кроме того, эта одежда не является предметом потребления сартериального, модного. Это одежда, которая является предметом культурного потребления. То есть приобретая пиджак у портного, ты не вещь приобретаешь, ты приобретаешь культуру. То есть растешь культурно. Когда человек приходит к портному, он вместе с портным создает нечто, чего еще нет. Он заказывает такую-то ткань, такой-то фасон, такие-то карманы. То есть он участвует в создании культурного объекта. И это очень на самом деле интересно, когда ты причастен к созданию того, что ты потом будешь потреблять. Кстати говоря, с психологической точки зрения это тоже очень круто, потому что человек чувствует себя более комфортно там, где он может контролировать, там, где считаются с его мнением. Поэтому если отдаете свой внешний вид на откуп бренду, вы получаете один результат. Когда вы сами создаете свой образ, вы получаете лучший результат. Поэтому я настоятельно рекомендую попробовать шить вещи на заказ, потому что это такая очень интересная вообще в принципе практика, даже с точки зрения психологии. Вторым неоспоримым плюсом является то, что мы можем выбрать не только цвет, который нравится, мы приобретаем свободу в выборе материала. Хорошего, качественного материала для пошива изделий, который мы будем, соответственно, долго носить. Сейчас все экономят. То ковид, то обезьянье оспа, то глобальное потепление, то заражение пластиком. Микропластик уже у нас у всех везде вообще, где только его уже нету. А еще и ядерная угроза третьей мировой войны. В общем, что на нас не экономить, если вообще непонятно, сколько мы с вами проживем? Зачем нам этот пиджак, который носится 10 лет? Давайте нам подешевле и побольше, чтобы мы каждый день носили дешманскую херню и меняли свои образы. Короче, живи быстро, умри молодым. И мы с вами собираемся жить долго, собираемся жить красиво. И поэтому для нас важно, чтобы и одежда, которую мы сделали, была тоже у нас долго служила и была красивой. Поэтому только качественные материалы. Вот здесь взяла на пиджак, который я сейчас вам покажу, это твит ферла. Очень шикарный шерсть, шелк, лен. Приятно трогать, приятно находиться, приятно носить. И я считаю, что носить нужно только то, что приятно. Никаких не может быть сопливых полиэстеровых тканей лично на мне, потому что меня мама два раза не рожала. Она родила меня, к сожалению, только один раз. И у меня только одна жизнь, которой я могу позволить себе качественными вещами себя окружать. Теперь давайте смотреть, как это сделано. Как я это собирала. Вот, а теперь интересное. Я сначала сделала этот узел для первой примерки, как в мужском пиджаке делаются. Но это, к сожалению, здесь вообще не прокатывает. Поэтому придется сразу разрезать. Ну, а так как я делала макет, я в своей выточке уверена. Все, вот у меня сложилась выточка. Нужно ее аккуратненько сметать. Это подготовка к полочке, к примерке. В мужском варианте разрезы не происходят в этот момент. Вот мне интересно, как люди шьют пиджак за 5 часов, если я только к примерке его собираю. Сейчас. Справедливость восстановлена. Дальше будет еще интересней. Бачок у меня уже подготовлен. На нем нет ВТО, просто заутюжен шов. Припуск. Припуск у меня 2 сантиметра. Бачок прикладывается с совпадением контрольных знаков. Кламповая атмосфера восстановлена. Продолжаем работать с бачком. Совмещение контрольных знаков желательно сделать, произвести. Бедро и линия низа. Бачок внахлёст приметывается, как и спинка. Также внахлёст будут сметываться плечевые швы. Это экономит время. Ура! Бачок с полочкой собраны. Теперь очередь бортовки. Вот, значит, моя деталь бортовки на первую примерку. У бортовки несколько деталей. Вот эта самая большая, у нее долевая нить идет по центру переда. У второй бортовки, которая на грудная часть, у нее идет долевая. Здесь параллельно перегибу лацкана. А у плечевой части, вот из-за того, что я 100 тысяч дублей делаю и перекладываю, у меня все нитки уже растрепались. Это плохо. Это должна лежать здесь, и у нее будет долевая по плечевому шву. Из-за того, что долевые нити во все в разных направлениях, то из бортовки создается такой монолит. На этой детали, видите, я сделала дублерин, приклеила и потом прошила. Здесь нормально. А где я пыталась зигзагом прошивать, здесь не зигзаг, здесь специальная строчка вот такая. Она достаточно тоненькая, и из-за того, что у меня материал верха это твит, там видно, там пролегания не будет. Все хорошо. И сейчас первый шаг, это прикрепить вот эту плечевую накладочку к вот этому слою. Ориентир у меня точка, контрольный знак втачивания рукава. Это должна быть чуть вот так вот повыше. И ее нужно очень хорошенечко закрепить, потому что я ее уже снимать не буду. Она никаких изменений не претерпит. И ее нужно выстегать, выстегать именно параллельно долевой. То есть стежки будут идти вот так. А сначала затупила, вот так сделает. Нельзя. Все выстегивания, они производятся по долевой. Это важно. Вдоль долевой. И так, в общем, нужно положить саму бортовку на упор, потому что человеческое тело имеет 3D-форму. И даже существует во времени, это даже 4D-форма. Она ни в коем случае не плоская. Это не плоский мир. И вот я теперь буду, отступая от краев, пристегивать первую часть бортовки, которая плечевая. Здесь она выстегивательными стежками делается. Очень важно держать ее на пальцах и чувствовать, чтобы вот на этой стороне не образовывалось никаких припосадок. А вот теперь, когда эта часть готова, остается вторая часть, которая более интересная. Вторая часть этой бортовки будет закрепляться особым методом. Все должно быть в упоре. Но тут я вижу, что достаточно большой объем груди. И поэтому, видите, чтобы разложить, мне нужно еще вот здесь приподнять. То есть здесь не все так просто. Значит, я должна идти не в одном направлении, вот сюда и обратно, как в мужском, где такого перепада вот здесь нету, где ключица. То есть у них там плоская, а здесь не плоская. Поэтому я должна сделать для удобства выстегивание в нескольких направлениях. Вот эта деталь, она фиксируется достаточно большими стежками. Я решила ее делать в нескольких направлениях. Для того, чтобы иметь, как грудь идет. Вот даже вот так, наверное. Вот, видите, чашечка сформировалась. Так должно быть. И стежки здесь сантиметра по 3-4. Перехожу в вытачку. Теперь я пойду вниз. То есть вот здесь я отступаю и иду вниз. Смотрите, какая фишка должна быть. Здесь стежки должны перехлестнуться. И надо так вычислить расстояние, чтобы я могла здесь, вот тут, где есть моя вытачка, где была, я здесь сделаю закрепку, чтобы части вытачки держались между собой. Вот как бы, вот так. Там же дублерин проклеен, так что ничего страшного. Она не развалится. Слишком крупные, ой, слишком мелкие здесь не нужны стежки. Все, перешла сюда. Сделала еще шажочек. Закрепилась. Вот здесь зафиксировала нахлёст. Пошла выше. Вот, видите? Хорошо, как ложится, да? Вторая часть, да? Вторая часть, это вот это, вверх. Иду наверх, вот здесь выстегиваю. Значит, подложить надо будет вот сюда. То есть тут немножечко работа, она будет сложнее, чем в мужском изделии. Когда делаешь пиджак, важно понимать, наверное, как делается скульптура. Потому что, по сути, это создание скульптуры из ткани, да? Я леплю из пластилина, пластилин нежнее, чем глина. Вот что такое пиджак на бортовке. Нельзя сказать, что один делает правильно, другой делает неправильно. Все делают для того, чтобы сделать свой почерк и свой какой-то стиль. То есть это одежда, она перешла уже за грань одежды. И вот теперь это больше, видите, как все-таки предмет искусства. Кто как делает бортовку, это его личное дело в зависимости от того, какую художественную задачу он перед собой ставит. А теперь самое интересное, это наметка бортовки на основную деталь, для того, чтобы произвести первую примерку. Женский пиджак, он сложнее, чем мужской, потому что есть грудь, и достаточно она большая. И поэтому здесь все манипуляции необходимо производить на колодке. То есть необходимо создавать выпуклую форму. Я должна очень хорошо так разгладить основу по бортовке и начать вот с этой выпечки, которая у меня поглацкана, на ее первую прикрепить. Окей. Я перехожу на край борта. И от край борта он должен лежать плоско, а вот здесь должна образовываться фалда. Вот теперь пойду вот отсюда до сюда. Просто закрепляю край борта. Она должна лежать очень ровно. Стежки в этой работе подразумеваются достаточно крупные. Теперь я опять кладу на колодку вытачкой вверх. Вот, как вы видите, получается, что она вроде как даже похожа на грудь. И задача пройти, проложить строчку от плеча до начала вытачки. У мужчины вот эта вот область, она практически вот так находится в мужском варианте пиджака. А здесь она падает, потому что у женщины вот этот скат груди имеется красивый. Он у мужчины тоже имеется, но он гораздо меньше. Поэтому нужно что-то придумывать. У меня все прекрасно получилось. Я зафиксирую вытачку наверху. Все, и теперь пойду сюда. Сейчас провожу строчку отсюда, сюда. И не убирая иголки, подложу туда колодку и продолжу вметывание. Ниткой можно указывать себе путь. И сюда подкладываю колодку. Потому что, видите, если сразу положить на колодку, то здесь не получится. Ни хрена. Потому что вот он скат, и он плоский. Кроме говоря, здесь плоскость, она потом будет сделана в ТО, а здесь уже идет как бы выпуклость. Раздолжаем выметывание сюда. В расколу вытачки. И теперь финальный этап приметывания бортовки это приметать ее по краю. Я раскладываю деталь для того, чтобы приметывать по краю. Вот здесь у меня, видите, как хорошо уже, да, здесь грудь образовалась. Вот она. Я ее так тоже присобираю. Расправляю. И теперь я пойду просто на ощупь. Закрепляю бортовку вот здесь. Саму уже по краю. Вот. А у женщины и грудь, и вышивка, и карманы важные. Итак, вот у меня бортовка присоединена к основной детали. Итак, вот получается самое интересное это присоединение спинки к полочке. Для этого я край борта немножко вот так вот сделала. Сейчас некрасиво. Красиво нам пока не надо. Красиво надо, чтобы в конце было. На промежуточных примерках можно и некрасиво. Опять же, внахлёст тут делается все. Эта примерка, которую я сейчас готовлю, нужна не для того, чтобы красоты рассматривать, а для того, чтобы рассмотреть просто как, насколько хорошо на самом деле располагается пройма. Внести в неё изменения и под эту пройму с внесёнными изменениями подготовить рукав. Потому что сначала пройма, потом рукав. Вот видите, какой большой уже пиджак. Пиджак — это сын модерна. Это символ модерна. Особенно пиджак на женщине. О, это у меня здесь под боком находится училище музыкальное. И у меня тут каждый день что-нибудь да модно играет. Сейчас какие-то трубачи там что-то мутят. С утра обычно опера. Ну, в разные дни по-разному. Но сегодня трубачи и с утра была опера. Кто на бортовке носил, он уже клеевой мало захочет. И теперь, естественно, остаются плечевые швы. Тоже всё внахлёст. Как удобно. Всё просто внахлёст собирается. Вот плечико собрано. Сейчас нужно сделать ещё второе. Плечевые швы смётаны. Можно идти смотреть. Итак, вот пиджак, который собран был на первую примерку. Первая примерка произведена. Всё шикарно сидит. Единственное, чуть-чуть убрали снизу. Шлица, пройма, ласканы. Всё прекрасно. Вот что значит сделать предварительный макет плечевого изделия и понять фигуру человека. Я понимаю, что люди, которые работают по 30 лет с конструированием, они эти фигуры считывают с полпинка и у них сразу всё прекрасно садится. Я, к сожалению, в профессию пришла поздно по велению души и опыта 40-летнего у меня нету. Мне приходится себе помогать построением макетов. Ну и даже для опытного конструктора я думаю, что и такие фигуры встречаются, что лучше макетик сделать на всякий случай, чем пальцем в небо тыкать. Критикую себя за то, что у меня не хватает партновской эстетики, чтобы у меня всё было ниточка к ниточке, нигде ничего не валялось, не висело. Но я когда один шов сделаю, я ещё 10 раз так деталь переверну, посмотрю, чтобы там какая я молодец, как у меня красиво получилось. Вот такой у меня характер, пытаюсь не бороться, пока не получается. Очень много осноровки, везде нитки. В общем, неэстетично. Неэстетично. Будем работать над этим. Кстати говоря, пошив пиджаков очень похож на создание мужских стрижек. Стричь мужчин красиво. Это очень сложно. Там очень много техник. А ножницами стричь, машинкой вот так она, представляете, она как срежешь сразу, и всё, и все косяки заметны. Мужские стрижки делают гораздо труднее, чем женские. У них нет укладок, они носят как легло. Есть техника фрихенд, когда ты просто вслепую на ощупь вырезаешь, отрезаешь часть, создаёшь текстуру для того, чтобы подчеркнуть форму лица, мужчины и так далее. Я же мужскими стрижками раньше занималась, они чисто все по красивой форме делаются, по чёткой классической форме. Даже если это современные стрижки, какие-то молодёжные, то там всё равно должна быть хорошая база, то есть ты всё равно должен хорошо чувствовать форму, которую ты создаёшь. Поэтому, может быть, мне и так и нравятся пиджаки шить, потому что для меня близко здесь создание формы, там создание формы. Мужским парикмахером я работала очень долго, очень хороших успехов достигла, даже свою академию стрижек держала. Но потом просто всё мне это безумно надоело, потому что всегда может прийти какой-то новый клиент, и к нему нужно искать подход. Вся вот эта психология очень сильно изматывает изнутри. Поэтому я из этого бизнеса ушла и занялась вот таким швейным, где у тебя есть клиенты, но они у тебя постоянно на душу не стоят. Мерки снял, шьёшь, примерил, выгнал, шьёшь, примерил, получил деньги, выгнал, всё, пригласил на следующую какую-нибудь вещь шить. Вот так происходит шитьё. Мне это более комфортно, чем парикмахерство, хотя там были уже и свои все клиенты и так далее. Но вот пиджаки шью с большим удовольствием. Всё, с вами была Инфант Сосалия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, жакет это или пиджак. По-моему, пиджак никаким жакетом здесь не пахнет. Какой твит, какая бортовка, какие лацканы, какой здесь. Это прям в нём мужская такая энергия. Подписывайся на телеграм-канал, следите за новостями моей маленькой модной коморки. Обязательно проведу рум-тур. Я обещаю вам, что я сниму видеоролик про историю мужского и женского в одежде, про связь одежды и гендера, про связь одежды и сексуальности. В том числе там будет про пиджак, потому что пиджак это главный символ модерна. Не пропускайте новые видеоролики, для этого жмите на колокольчик. Всё, до свидания, Инфант Сосалия, всем хороших вещей, красивых пошивов и насыщенной культурной жизни. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok